Всем привет, наши дорогие зрители, наши подписчики, случайные зрители нашего канала. Итак, наступил как бы долгожданный день, ну точнее этот день наступает завтра, а сегодня суббота и мы готовимся к поездке в Таиланд. Причем нужно начинать собирать чемодан, но мы с Юрой это дело всегда оставляем, ну в последний день, как всегда. Да я вообще к этому отношусь более так, по-простецки могу сказать так, потому что все доверяю Оксане, как правило получается так, что, получается, какие-то вещи были положены вообще не зря, а какие-то наоборот там замашиваешь. Да, сейчас пока мы с вами поговорим, а я потом покажу. Самое главное с собой в Таиланд взять два пустых чемодана, желательно как минимум вещей. Почему? Сейчас мы вам с Юрой расскажем. Значит, самое главное, как говорит моя знакомая, взять трусики и бусики. Это шутка, конечно. С детей мы летим, поэтому у нас для взрослых. Мы берем с собой самый минимум вещей, потому что... Да я вообще считаю, что надо брать как можно меньше вещей. Для чего? С той целью, чтобы после привезти как можно больше подарков, каких-то других вещей, парфюмерии или еще, что вы купите в Таиланде. То есть, минимум вещей. То есть, если вы хотите, вы что там, едете на бал какой-то, что вы там, куда собираетесь? Меньше, меньше набирайте, чтобы там все больше и больше привезти. Я по этому поводу хочу сказать, что есть девушки, женщины, некоторые совсем такие модницы. Они берут с собой и туфли на каблуках, и платьицы, и все такое. Да, конечно, это можно взять. Можно взять с собой 12-13 килограмм уже туда веса. Ну, тогда вы знаете, что вы оттуда уже ничего не купите. Можно сделать попроще. Положить одно легкое платьице, пару футболок и одни шорты. И все. И тогда вы оттуда привезете что-то интересное. Дело в том, что авиакомпания, они с каждым годом все ужесточают и ужесточают правила провоза багажа. И в этом году мы летим в Нордвинг. Даже в том году у нас был багаж 20 килограмм. В этом году у нас по 15 килограмм на человека. В принципе, как бы нам, наверное, хватит. Но мы всегда привозим очень много, да, с тобой подарков. Там же столько сувениров. Там хочется все повезти. Мало того, что корзину фруктов, это, конечно, безешек. Само собой. Плюс и бальзамчики какие-то, и косметика. Я всегда и маме, и Лене привозила, и Юриным родителям. Но в этом году у нас ситуация немножко облегчилась. Потому что с нами едет Лена. То есть Лене подарки привозить не будем. Лена сама повезет. Ну да. Но туда мы едем с чемоданом Лены. Поэтому у нас мы возьмем большой чемодан. Положим в него сумку большую, чтобы на обратном пути везти. Потому что у Лены не оплачен платный багаж. И мы так посчитали, подумали. Ну зачем ей переплачивать деньги? Когда она обратно, конечно, за него заберет этот чемодан. Или нам отдаст. И что мы еще возьмем? Помимо вещей мы еще возьмем что? Подарки. А, ну Юра, значит, мы ходим в столовую в одну постоянно. Назовем в кафе, в ресторан, в столовую, как хотите. Но не ресторан только. Но не ресторан, кафе. Нам ее посоветовали давно также русские туристы. Это было в 2014 году, в далеком. Кто наш смотрел видео предыдущее, вы уже знаете, куда мы ходим. Ну, а если не знаете и только недавно начали смотреть, то вы на наших эфирах или на наших видео увидите это место. Ну, и вот будете знать. В общем, Юра, он, знаете, такой, ему хочется всегда всех угостить. Поэтому хозяйку кафе, ну, мы надеемся, что в этом году она будет, потому что мы летим седьмой раз. Ну, это уже стало традицией, что мы приезжаем и всегда вот что-то привозим. И вот я сегодня думал, я ходил сегодня в магазин, думал, что купить. Не шатай, Юра. Сначала у меня было желание купить шоколадки какие-то, там, ну, вдохновение после. А после я решил привезти тульские пряники. Пусть будет это. Я думаю, что шоколадки, она уже закормлена этими шоколадками. Короче, Юра хочет удивить тульские пряники. Ну, да, вот я хочу привезти тульский пряник. И вот. И в связи с тем, что дальше продолжим тему, что взять с собой в Таиланд. Вот в этот раз мы не берем с собой вообще абсолютно шампунь. Почему? Мы останавливаемся опять в том же отеле, где останавливались. Называется Эван Нью Винг отель. Кораблик. Да, кораблик назовем его по-простому. Так и будем дальше его звать, наш кораблик. Естественно, мы будем делать обзоры. И в этом отеле замечательные шампунчики, замечательные бальзамы. И мы в том году даже посоветовали нашим друзьям. Они говорят, о, здорово. Зачем туда везти шампунь отсюда, когда мы ее попить хочу. Ты всю мою воду выпил. Все, давай, рассказывай дальше. Да, и, короче, для того, чтобы мы на обратном пути лучше сюда купим шампунь. Потом дальше зубная паста. Зубная паста, ну, мы приедем сразу зубы почистить. Возьму маленькую тайскую. То есть тайской пастой. Что ты хочешь сказать, что мы зубную пасту не будем брать? Ну, маленькую тайскую. Ну, маленькую, да. А зубные щетки будем брать? Зубные щетки, да. Без щеток мы не обойдемся. И малюсенькую, и зубные щетки мы вам. Ну, там уж вообще уж не... Нет, я хочу сказать. Потому что я смотрю. Я себе в этот раз не беру ни пенку для умывания, ни крем для лица, никакие маски. Ух ты. Почему? Потому что рядом с нашим отелем находятся два замечательных магазина, которые работают 24 часа в сутки. Вы идете и покупаете там все, что забыли дома. Мне кажется, там эти магазины на каждом шагу. Да, эти магазины на каждом шагу. Для тех, кому интересно и кому не интересно, мы все равно будем все это снимать и вам показывать. Если вы забыли шлепки, либо солнечные очки, ну, не печальтесь. Вы 24 часа в сутки можете купить это себе, правильно? Все, даже ту же зубную пасту, зубную щетку. Я вообще без очков был. Юра вообще, да, он не любит ездить ни за рулем в очках, ни там. Да, достаточно. Поэтому вот все, потом, что мы вчера взяли в Ашане, сейчас я вам, пока мы с вами поболтаем, потом я вам все быстренько покажу. Ну, взяли в этот раз крем против завара. Очень маленький крем, чтобы не сгореть, не вей, а стоил он по скидке маленький 200 рублей. Опять же, мы с вами будем потом смотреть, если вы не взяли крем здесь, сколько стоит он там. Потом, значит, о валюте, сколько, какую брать валюту. Валюта там, значит, можно менять как доллары, как евро, так и рубли. Ну, мы с Юрой меняем доллары. И можно также немножко взять рублей. Ну, мало ли, какая ситуация не хватит. Ну, и чтобы немножко на карте. Ну, я евро буду брать. Ну, Юра, да. Вот, допустим, на сегодняшний день, когда мы летим, мы купили, ну, я купила там несколько долларов, несколько сот, по курсу 62 рубля 25 копеек. Ну, да. 62 рубля 25 копеек. Запомним эту цифру для того, чтобы там уже на месте... За сколько ты купила? Да, я купила, если думаю, все. За сколько? 62.25. Поэтому мы с вами там математическим умом посчитаем, что выгоднее здесь купить нам на рубли доллары, либо же на наши рубли уже купить там баты. Это будет интересно. Вообще, мы будем, опять же, кто летит в первый раз, вот Лена мне молодец подсказала, и люди все, допустим, все показывают, прилетели, улетели. Вы сами знаете, что в самолете будут выдавать вам миграционную карту. Если вы летите один, либо вы не знаете английский, вот сидя дома, сейчас в телефон, можно скачать, как заполнить тайскую миграционную карту. Все. Перед вами сразу будет фотокарточка на примере Иванов, фамилия на русский перевод. Вы ее скачете в телефон, либо, как по-умному, Лена распечатала себе на бумажке, и в самолете не будет никаких проблем. Лена, спокойно, подставляешь свое имя, фамилия, там все четко написано, мы вам покажем. А я если возвратиться к валюте, допустим, я думаю, что сейчас рубль может быть даже выгоднее, потому что он сейчас, потому что рубль сейчас растет же. Возможно, потому что вот сегодня мы с Леной обсуждали эту тему, сейчас, обсуждали эту тему, и Лена говорит, наверное, на сегодняшний день выгоднее ввести рублей. Опять же, мы не знаем, поэтому мы возьмем немножко долларов, немножко рублей. Отверь. Так, вернемся к теме нашего видео, как мы собираем чемодан. Вы знаете, как мы его собираем? Мы вот так вот с вами будем бла-бла-бла сидеть, так он у нас сам соберется. Да, потом покажу, как это все будет выглядеть. Я соберу Юрины футболки, он подойдет, и все это делаю. Я даже смотреть не буду. Мне это вот совсем неинтересно. Совсем неинтересно. Ну, в общем, что я хочу сказать. В принципе, к поездке мы морально готовы. Очень ждем, да? Ну, само собой, что ждать. Единственное, что, наверное, немножко поздновато. Можно было уже первого или второго числа улететь уже, да? Да, но мы об этом будем говорить еще просто. Ну, вот как-то обсуждать, что мы имеем, если вот оттянули на 12 число. Ну, да. Итак, значит, мы летим компанией Nordwind, а Лена летит компанией Aeroflot. Очень интересно будет потом с ней обсудить, какие... Сравнить хотя бы. Да, сравнить полеты. Потому что я всегда мечтаю пролететь или аэрофлотом до Таиланда, или тайскими авиалиниями. Когда мы начинали летать, мы летали компанией Transair. Прекрасная компания, очень комфортно. Мы летели, просто отдыхали душой и телом. Очень жаль, что она плачела. Да, очень жаль. Ну, вот все. В общем, будем вам показывать все с самого момента. Прилет, приезд в аэропорт, пасприорити, самолет и так далее. Поэтому... Это все стандартно. Как это все, да? Это стандартно. Может быть, какие-то будут по ходу возникать вопросы. Вы пишите, будем стараться отвечать. Вот сейчас мы слышали, что в Паттайе перерыли всю набережную. Там же Новый Король, он наводит порядки, очищает Сиамский залив. И таким образом, вот посмотрим самим. Интересно, что там как-то. Да, посмотрим, покажем вам. Сейчас пока мы сами ничего не знаем. Поэтому очень даже интересно, что мы получим там. Да. Ну, Юра, как всегда, вы что думаете? Воскресенье отлет завтра, и он завтра едет на работу. Ну, там чуть-чуть поработать. Ну, там чуть-чуть, но чуть-чуть он хочет поработать. Ну, так, друзья... Одну ходочку сделаю на Дмитровку. Все же там. А еще, значит, погода очень теплая. Поэтому у нас в Москве, по крайней мере, стоит теплая погода. Поэтому мы в первый год, как сумасшедшие, оделись по-зимнему. Ну, это мы расскажем после. Да, ну, это мы уже будем рассказывать. Летим в легкой-легкой одежде, все вам покажем. Ну, а теперь, ладно, пойдемте, основное тема нашего видео. Собираем чемодан в Таиланд. Пойдемте, его все-таки соберем вместе с вами. Да, вообще, если честно, друзья мои, думаю, что, ну, тема сбора чемоданов, это не... Ну, как бы, кому это надо все? Ну, судя по вашим комментариям, я поняла, что вам очень интересно. Ну, интересно. Давайте удовлетворим интересы и посмотрим. Вот, смотрите, вот такой чемодан. Он достаточно большой. Не хочу сказать, что он мега легкий. Самый обычный. У него еще ручка. Мы его купили в том году в Паттайе. По-моему, где-то 1400 бат, если я не ошибаюсь. Может быть, максимум полторы. Мне он нравится, что он очень-очень удобный. Уже, видите, накидала пакетов. Сейчас буду вам показывать. У нас... Мы едем с одним чемоданом и один чемодан Ленин везем. Ну, в этот чемодан мы сейчас положим с вами еще одну сумку. Ну, уже как, чтобы на обратном пути у нас же два багажа. У нас есть еще один чемодан пластиковый. Но он мне не нравится. Я люблю все-таки больше всякие кармашки. Сейчас покажу вам другой. Так. Второй чемодан выглядит вот так. Пластиковый. Куплен он был в Турции. У меня поехало туда с маленьким. Вещи не помещались. И пришлось купить вот такой. Ну, многие любят тоже пластиковый. Как бы мне неудобно. Я люблю карманы. Поэтому этот чемодан остается до лучших времен дома. Сумки женские. Конечно, можно взять вот эту. Она мне очень нравится. Полу Асан сумочка. Ну, она, мне кажется, большевата. Либо взять вот эту купленную. Ну, как, не то, что большеватую. Не совсем удобно будет. Не знаю. Либо вот эту возьму. Она куплена в Индии. Очень удобно. Много отделений. Кстати, очень вместительная. Несмотря на то, что она такая маленькая. В принципе, этот тоже вместительный. Ладно, сейчас будем выбирать с вами вместе. Юр, смотри, иди сюда. Вот я тебе кладу футболку, рубашку красивую ходить. Это на пляж ты будешь ходить. Ну, трусы, соответственно. И вот такую майку. Это в самолете переоденешь шорты. Ну, согласен тебе. Или в самолете вот это потом в аэропорту Бангкока. Да не столь важно, что там. С этим ассортиментом ты согласен. Ну, согласен, да. Давай. Нет, у нас... Вот я принес... А зачем? А? Как зачем? Это у нас для фруктов будет. Потому что Лена берет сумку, но делает она это неправильно, я считаю. Ну-ка, поставь, посмотри. Потому что для манго нужна корзинка. Да, она... Можно, конечно, накупить. Ну, 150 бат. Ну, ставь, подожди. Нет, сэкономим. Дело не... Посмотри, поставь его в чемодан. Дело в том, что у нас это 6 корзин... Мы с собой в чемодан ее возьмем. Зачем? Мы в руках ее... Нет, ставь в чемодан. Во. Да, ну... Нет, нет, отлично, все. Да, думаю. Конечно. Ну, ладно. Тем более у нас чемодан с тобой пустой. Сейчас я покажу еще наши вещи. Ну, хорошо. Аптечку. Я купила сегодня Энтеросгель. В общем, вот такие, видите как. Не подумайте, что мы с Юрой жадны. Просто у нас этих корзинок уже... Нет, тогда я... Ты же мне перебиваешь, и я тебе говорю, 150 бат стоит корзинка. И что, пусть это будет, мы привезем. Сколько она... Сколько же корзинок мы здесь налазили? Такой большой чемодан мы сейчас... Короче, значит, И понятно, что Юре в рубашке это все положили. Корзину положили. И... Так, вот еще я принес. Что? Так. Ага, покажи. Пряники? Пряники. Это на подарки. Мы подарим. А, я еще шоколадки взяла, кстати. Да, ну шоколадки, может, мы сами сидим. Шоколадки сами съедим. Так, и вот мы для встречи с друзьями, мы приготовили такую бутылочку в Гальване. Это фирма Сканели. Ага. Очень хороший, очень хороший коньяк, 8-летний. Это не реклама. Все, нет, и ставь, потому что я сейчас буду упаковывать. Это не реклама, это очень хороший действительно коньяк. Значит, мы, получается, с тобой берем один чемодан и одну вот такую сумку, она у нас тоже в Турции купили. Здесь у нас будет, смотрите, значит, один пакет Юрин шорты футболка, один пакет мой шорты футболка и тапки Юрин и тапки мои. Вот это мы возьмем с собой вручную кладь и назад, ну, посмотрим, 15 килограмм, мне кажется, сюда, если что, влезет. В общем, будем там ориентироваться, на месте. А это что покупать в Дьюти Фри, я думаю, что нет смысла. Там в 3 дорого, мы будем переплачивать это все. За коньяк? Ну, конечно. Ну, мы посмотрим, может быть, и в Дьюти Фри купим. Да нет, там все дорого очень, прям, ну, я не хочу. Ну, ладно, хватит одной бутылки за встречу-то. Конечно. Шоколадки есть. Там у нас в Таиланде очень хороший сортимент напитков. Хорошо. Если нужно будет, конечно. Ладно, давай, все обвешали одеждой, готовимся. Ты в чем полетишь, в Трико? Вот я в этой кофте поеду. Так, ты поедешь в этой кофте, а где-то что она тебе будет? Трико еще? Вот. Это там моя одежда висит, кстати. Спортивные штаны в Турции купила. И кофта. Трико и кофта сверху. Вот эта, которая повесила. Да. Все, окей, ладно. Сейчас я дальше буду собираться, не мешай. Давай, не буду. Хорошо мне Лена, кстати. Ну, я так вообще думала, что кому интересно, как мы собираемся. Но посмотрела видео, я посмотрела у Лены, что она взяла с собой удлинитель. Хочу сказать, какая ты Лена молодец. Потому что в этот раз, ну, мы всегда в любую страну берем с собой удлинитель. Потому что телефоны, компьютер у нас с собой, ноутбук везем. Ну, в общем, зарядки всякие. И это нам всегда не хватает. Вот тоже в Турции. Кстати, вот все, что у меня, почти все куплено в Турции из одежды. Так, с собой я беру несколько, как вот, значит, футболки. Одна, потом еще беленькую возьму, красненькую. Вот эту, наверное, брать не буду. Четыре футболки будет достаточно на 10, на 11, на 12 дней. Кстати, вот эту футболку я переодену в самолете. Одену, но я хочу сказать сразу, что здесь у меня уже булавка. Для того, чтобы вот выдадут там симку, чтобы открыть телефон. Уже, знаете, так, с булавочкой, с турецкой, чтобы я там не искала, чем мне вытащить, чем открыть телефон. Ну, это у меня такой подход. В общем, у меня получилась такая маленькая кучечка. Четыре футболки, костюм ходить на море, два купальника, пижама, в которой спать. И, значит, четыре футболки, я сказала, и нижнее белье. И, в принципе, даже вот не знаю, брать. Такая майка у меня есть красивая. Сейчас покажу. Вот такую блестящую маечку брать, не брать. В общем, еще сомнения. Еще буду сто раз перекладывать и смотреть. Еще есть такой сарафан легкий, не знаю, взять его, не взять. Тоже думаю. С одной стороны он легкий, невесомый, а с другой стороны все это накапливается. Лишний вес. Ну, так, друзья, у нас получилась корзина. В нее мы завернули обувь, положили шоколадки. Сейчас это я переложу в пакеты. Вот такая аптечка у нас. Ну, аптечка, кому какие показания. Вот, допустим, я всегда беру с собой так же, как у Телена берет, энтеросгель, в общем, смекта, уголь и антибиотики. Больше мы ничего не берем, потому что кроме антибиотиков, там, ну, не знаю, как насчет антибиотиков, если честно, все остальное можно купить. И у меня всегда привычка, я беру с собой спрей от комаров. Всегда. Потому что, не знаю, потому что удивительная особенность, меня всегда кусают комары. Если даже никто ни одного не видит, меня они обязательно укусят. Допустим, в Мексику единственный раз я не взяла, думаю, а зачем? Меня там они просто съедали, пришлось покупать. В общем, эта штучка всегда с собой. Ну, так, в принципе, вот такой у нас полупустой чемодан и получился. А, ну, еще мне нравится вот мой вещевой мешок. Туда у меня палка для телефона, там всякие. Ну, не знаю, я всегда его вожу, он много места не занимает, у него за плечи повесил. Ну, понятно, что это не по-женственному, но мне, короче, очень удобно вот так вот с таким мешочком ездить. Ну, в принципе, осталось пока поставить зубные щетки, маленькую зубную пасту, аптечку положили и косметику. Косметикой было тоже минимально. Это у меня будет тушь для глаз. Ну, подводку, не знаю, даже у меня всегда все течет. С меня очень повышенная влажность, поэтому, наверное, будет туши и достаточно. Ну, посмотрю, сейчас вам покажу, подумаю немножко. Ну, конечно, всегда у меня с собой и в чемодане, и в рюкзаке. Наверное, с того года еще. Это, естественно, влажные салфетки. Всегда пользуюсь. Ну, очки, естественно, берем. И вот такой вот мы с Юрой купили. Один на двоих, чтобы не сгореть. Детский крем 50+. Самое интересное, что мы постоянно забываем мазаться. Так, ну все, пряники взяли, шоколадки взяли, коньяк взяли, одежду взяли, корзину взяли. Здесь у нас рюкзак, будет ноутбук, два пауэрбанка, немножко косметики, Юрой пен для бритья. В общем, осталась такая мелочевка. В принципе, у нас еще место получилось. Вагон и маленькая тележка. И вот такая у нас получилась ручная кладь с одеждой переодеться. Все, больше нам, в принципе, ничего в Таиланд не нужно. Лекарства, минимальную аптечку взяли. Дезодорант и шампунь, и маски для волос. Это я все возьму там. Вот, а сейчас... А сейчас, друзья, осталась у меня последняя маска с улиткой. Кстати, корейская, видите, 8800. Пойду-ка я сейчас приму душ. Последняя у меня там маска осталась с Таиланда. Это последняя маска для лица. В общем, все, пойду заниматься собой. В общем, вот так вот, друзья, быстро, буквально за полчаса был собран чемодан. Мы с Юрой на самом деле, ну, никогда по этому поводу, еще раз говорю, не зацикливаемся. Юра, иди сюда. Юра мне тоже помогал. Садись. Аккуратнее, ноги в косметику не клади. Да, кстати, я хотел рассказать, что пошел сегодня ваша. Думаю, что-то здесь посмотреть, может, что-то купить. И был удивлен, когда вот купил вот такой пауэрбанк. Вот, увидел. Это как следует. То есть, чтобы боком показываешь, людям не видно. Пауэрбанк, так. Вот я его купил. Он на 10 тысяч мегампер часов. Это 490 рублей. Ну, классно. Вот так вот бывает, что вот в Ашане можно вот на что-то напороться. И так вот, что очень дешево. Вот же так вот. Я просто был очень доволен. Напороться. Напоролся. Напоролся и решил сразу купить. 10 тысяч, это вообще очень, очень классный. Ну, классно. В принципе, да, уже провода. Я вам, если вам интересно, это уже в завтрашнем видео, как мы будем уезжать. В общем, все. Начало отъезда положено. Каждое видео я буду делать по нумерации, чтобы было удобно. Ну, не считая, что как мы собираем чемоданы. А уже завтрашнего дня это все-все-все будет, чтобы не путаться. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая часть. И на сколько у нас хватит сил, желания, здоровья. И средств. Средств, да. Все вам будем показывать. Вот. А на сегодня мы такие вот, понимаете. А сколько мы денег тратим? Мы будем писать? Да, мы с Юрой будем вам показывать. Мы всегда сразу тратим, когда приезжаем, мы меняем сразу 200 долларов. Всегда. Вот все, что будет касаться. Это я вам все буду подробно показывать. Сколько стоит еда, сколько стоит отель, обзор. И вообще, как там, Паттайя поживает. И как там, тросвистит и поживает. Да мы еще сами не знаем. Для самих это интересно. Ну да, мы заскучились на самом деле за год. Таиланд мы очень любим, Паттайю любим. И почему спрашивают на Пхукет. Вот Залина вам с Виталиком расскажут, как они ездили. Наши друзья, кстати, они вылетают. Мы вылетаем завтра. Они вылетают 14-го числа. Конечно же, мы будем ждать. А Кемерово уже сегодня вылетели, да, уже? Кемерово, да. Уже летят, да, уже летят в путей. И мы завтра тоже вылетаем. Поэтому место встречи будет все равно наш отель. Место встречи наш отель будет. И сегодня Лена говорит, а как же я буду проходить ваш отель? Я говорю, там-там нет браслетов. Она такая, как, нет браслетов? Ну, привыкли, что система вот эти, да, с браслетами. А там вообще нет ни браслетов, ничего. Ничего, там все на доверии. Все на доверии. В общем, такое видео, друзья, мы для вас записали. Самое главное взять паспорт, билеты. Билеты, кстати, не обязательно. Самое главное взять паспорта, деньги, себя. И все, вперед к новым приключениям. Все, жду от вас комментарии. Все, что вам интересно. Все, пишите, звоните. Ой, не пишите. Еще раз пишите. Я буду по мере, имея свободное время, буду вам отвечать. Но все равно показывать постараемся побольше. Пока. Так, ну мы с Оксаной готовимся, как всегда, к отъезду. И, как всегда, в стилоджи, да. В стайлоджи. Ну, вот Оксана меряет костюм. Напишите, друзья. Напишите, друзья. Да нет, там-то так это и должно быть. Ну, мне нравится. Оксана уже готова к танцам. Оксана уже будет, если завтра. Ну, как? Хорошо. Ну, не знаю, смотри сама, думай. Решай. Думаю.